Здравствуйте, уважаемые любители Моя Баран, но не только Моя Баран, у нас сегодня будет с вами длинное философское видео обо всём и ничём. Вот, и первым делом мы с вами начнём то, для чего я дел обувь, видите, я лупаюсь сегодня. О, значит, в прошлый раз мы с вами, я анонсировал некую работу нижними конечностями. Правило номер один при работе нижними конечностями. При работе нижними конечностями вы должны понимать, что работа в обуви, она отличается от работы голыми ногами. То есть, классические, очень многие классические спортивно-тайские техники становятся другими. То есть, в плане того, что с одной стороны у вас меньше внимания уделяется положению пальца и всё остальное, чтобы вы не травмировали их. С другой стороны, вы можете бить туда, куда голой ногой бить бесполезно. Вот. Это две вещи, которые вы должны учитывать. И третья вещь, которую вы должны учитывать, это опять же дистанция. То есть, праздница между, скажем, вот этим, вот этим и тем, когда вы стоите вот так вот, она существенная. Реально существенная. Многие вещи вы сделать не можете на этой дистанции, которая включает фотки как хануман. Я ещё раз повторюсь, что на самом деле, как говорят китайцы, более-то тысячи изменений. Вы не знаете, на какой дистанции это будет происходить. Вы не знаете, какую роль будет это всё выполнять. Но фишка в том, что мы берём самый распространённый момент. Тот, который зафиксировали сидельцы в Бангкоке. Вот. От неё мы и отталкиваемся. Ну и начнём. Мы начинаем фактически с того самого момента, с которого мы начинали первые локти хануману. То есть, человек наносит атаку, мы делаем действие, мы делаем. Обратите внимание, что происходит. То есть, я забираю его действие, и при этом я сажусь. Почему я сажусь? Потому что, если я останусь вот в таком положении, шагай ко мне, он меня сбросит. И если он настроен именно на то, чтобы лупить, он меня продает. И он не почувствует вот эту ногу. Чтобы он её почувствовал, вам нужно что сделать? Фактически. Сломать его механизм. То есть, его движение вам нужно вышибить. Поэтому на нём сейчас щупки. Вы прям вот это действие, которое вы вышибаете. Но вы должны не просто вышибить, вы должны создать упор. Вы должны сесть. С одной стороны. С другой стороны. Мы сейчас с народом обсуждали. Он сейчас бьётся этой руке. На самом деле, вы не знаете, что он будет делать. Не знаете, как он будет делать. Например, он будет делать удар тот же самый с другой руки. Мы делаем всё равно вот это действие. Например, он будет делать апперкот. Мы всё равно будем делать вот это действие. Понимаете? То есть, мы всё время собираемся вот сюда, вот в эту крепость. Присаживаемся. Прячем себя. С одной стороны. С другой стороны. Мы создаём силовой упор и начинаем входить в человека. Таким образом, мы создаём то самое силовое давление на него с одной стороны. С другой стороны, если удар будет достаточно жёсткий и сильный, он не сможет его игнорировать. К чему это приведёт? Его внимание рассеется. А раз его внимание рассеется вот в этой штуке, да? То здесь вот вы можете работать уже вот так вот. То есть, опять же, смотрите, мы приходим к той же самой схеме. У него здесь рука, да? Мы нанесли действие. Мы сделали действие. Мы перевели. Мы сделали колено либо отсюда, либо перевели его отсюда. То есть, у нас всё происходит опять. Мы выходим вот именно в этот рисунок массового замеса. Но отличается это прежде всего тем, что с помощью вот этого короткого действия вы даёте себе запас движения. То есть, если в первом случае, который мы рассматриваем, в самых первых видео, мы работали исключительно с верхней частью. И эта верхняя часть нас стояла в достаточно узкий момент, на который можно вменяемо реагировать. То есть, как бы, можно отскочить, можно ещё что-то сделать. В принципе, можно. Как только включаются в дело ноги, как только включаются в дело ноги, мы лишаем... Во-первых, мы растягиваем внимание человека по этажам. То есть, он уже вынужден реагировать не только вот здесь. Вынужден реагировать и только вот здесь. Во-вторых, чем опасны, например, на улице боксёр перемещениями. Они очень хорошо двигаются. И их основная опасность не в сильных ударах, как многие думают, а в том, что если человек грамотный боксёр, по нему очень трудно попасть. Ты начинаешь проваливать, и он ловит тебя на контре. Так вот, если ты вышибаешь из-под него ноги, уже всё становится примерно равным. А если ещё это и происходит в ближнем бою, равным становится непорядком. С борцами сложнее, но, в принципе, при хорошем ботинке и нанесённом удару в голень происходит, в принципе, то же самое. У вас есть момент стресса. Момент секунды-две, пока он не пришёл в себя и не начал свои валялки. И вот этот момент у вас шанс, которым вы можете воспользоваться. В принципе, по первой части всё, и мы с вами торжественно начинаем с тобой учиться. Когда-то, давным-давно, в далёкие времена, Вадим занимался каратэ. Вот. И когда он занимался каратэ, там были два прекрасных блока. Первый, выгруженный танк. Хааа. А второй выгруженный танк. Хаа. Ну, ты помнишь, он их не помнит. Подозрел. Короче, я, может, неправильно показываю, ребят. Суть в том, что это, типа, было против ноги, это было против руки. короче типа человек наносит тебе удар задние руки и в этот момент убьет и выжима смешно так самое прикольное в этой истории заключалось в том что у меня есть очень хороший товарищ он я придам паша ткан каратэ и вот мы как-то заспорили с ним по поводу вот этой хрени на 2 2 то есть как бы он бьет на лицо мы заспорили с ним по поводу этих двух несчастных блоков он сказал что это некая боевая супер техника супер ловушек как бы это я предложил ему попробовать результате закончилась разбитым носом у моего товарища при этом он на секундочку 5 да и скорость у него ну честно повыше чем у меня но проблема проблема первая проблема что они вот эту херь отрабатывают вот и опять же может хреново показывает как бы я не коротись вообще а сделай то же самое вообще зачем мне здесь две руки ребята на хера схема будет пальцами не нужно да как бы мало то что ну как бы вот это вот я прочитаю то что он делает блин далеко вот и когда вы начинаете драться по дистанция выглядит вот так вот я как бы я сейчас не буду экспериментировать с вадимом не хватило разбитого носа у коляна поэтому я не буду делать так чтобы он защищался тем более он нихера не помнит вот смысл в том что когда даже сами каратисты вот например как у сенгая нет ударов в голову есть на ю тубе видео где там по моему даже председателю к один такой крутой мужик на качке отрабатывает хрень как причем самое забавное что он начали делать и чисто потом начинает на скорости у меня руки оказывается буквально фактически вместо вот это у него происходит вот такая вот хрень как бы это и только то что он знает а еще он вынужден наклоняться вот так вот а потом вот так вот выходить потому что человек начали и все равно это происходит что и дистанции которые у него есть возможность просчитать блин вот честно на ринге даже на ринг я не беру вот то что мы сейчас до этого делали да это нереально поэтому даже кикусины которые вроде бы вот этот работа которых не на нельзя бить его я ни разу не чтобы не стояли и отбивали вот прямой удар на был вот нет а зачем смысл то есть вы тратите время на ту хрень которую вы не будете применять то есть то что вы делаете причем кикусины хорошие как бы бойцы блин и к шатаканам сам я хорошо отношусь скорость у них отребительная нет плохих стилей есть только как правило хреновый учителя и тупые ученики но вы делаете какую-то хрень с которой вы не собираетесь как бы работа свою игнорируем зачем вы ее делаете вопрос значит давайте мы начнем с того откуда вся эта хрень появилась значит есть такое мнение не только моё что корня все рукопашные бодяги старый стиль который с вами наблюдаем лежит оружие фехтование всякая разница длинномерами с короткомерами все остальное то есть стиль ушу который я практикую там прям он вышел из копья поэтому многие странные вещи становится не странным когда вы берете в руки копьем и все понятно вот с этой штукой в принципе то же самое я сейчас буду использовать ну скорее каратэ вряд ли это использовалось но так как мне это ближе я буду использовать технику крабик рабон так вот в крабик работа есть такая связка вот есть такая связка выглядит на следующем образом вы стоите dei b b b b b потом позже 200 базар б вадюхо он хоть и бывший каратист ну ониopher раньше יש Matte tähän поэтому мы для облегчения задач дадим ему одну палку и вы должны помнить что он вообще не фехтовальщик поэтому не ругайте пианиста он играет как может не стреляйте он ругает кто не ругает все стреляют смотрите дистанция во первых дистанция фехтования дистанция фехтования она немножко отличается точнее и соответственно при резкой рубки при резкой рубки вот теперь смотрите внимательно значит вот это кратковременная ловушка потому что он тут же может отскочить как бы начать заново работать с нами поэтому если он делает он треска вот эту рубку дать ему удалось следующее наше движение мы ему трубку вот как бы мы предполагаем например что у человека второе оружие ну как у меня и он делает вот это же движение я делаю что получается получается что вот эта штука вверх по крайней мере она не против прямых ударов да на против рубки а теперь второе действие мы снова стоим на человек нас колит в пузо да мы можем здесь вот прижимать ему и двигаться вперед вот как у них я двигаюсь вперед потому что если я буду двигаться назад у меня уколит а вот если я буду двигаться вперед я его прижму и видите у меня фактически на лезвие лезвие окажется на его руке имеет смысл тогда двигаться вперед имея да вот и соответственно что это ребят это прижимание мы прижимаем предмет прижимаем предмет и жима а теперь давайте будем с вами мыслить и предположим что нам нужно изобразить рубку рук на самом деле есть мой баран мы ее делаем ленгом но есть рубка которую мы с вами изображаем человек а есть динамика вот в динамике встали да он делает ту же самую рубку ну давай смотрите что происходит он пошел тогда логично смотрите во первых я не делаю вот так я делаю вот так 1 2 я здесь то есть ножнички делаются не одновременно или крестик одновременно изменяясь чему изменять вторая рука и можете ничего сделать второе с чем нам нужно будет столкнуться это вот эту штуку вот эта штука вы помните слово мы прижимаем прижимаем то есть мы не отбиваем мы прижимаем предмет чтобы у человека не было шансов его выдернуть прижимаем что мы можем прижимать прижимать ногу да бессмысленно потому что у него две свободные конечности если будет активный замес и он будет немножко не обращать внимание на боли но мне все равно прорубить единственное что мы можем прижимать в этой ситуации вот так вот эта штука нужно того чтобы опустили человека вниз я не беру логику тех кто использует вот эти штуки я беру как можно использовать вот эти вещи если вы хотите их применять кто-то скажет блин ну будет уже не коротко да я не занимаюсь мне не нужно коротко есть движение в нем должна быть логика если вы его отрабатывать иначе вы должны понимать для чего вы это делаете потому что если вы просто стоите делаете вот это делаете а потом делаете совсем по другому ребят вы тратите время зря зачем а если вы делаете вот эту штуку человек и понимаете что у вас это рубище да и вы переводите его есть если какой то тогда имеет смысл так же как и вы отрабатываете вот эту штуку которая кстати отрабатывается вот отсюда да а вы ее используете для того чтобы сделать вот и это есть опять же используйте его для прижимания тогда это имеет смысл насколько это коррелируется с официальными смыслами и действиями все странно там не пофиг как бы я всегда использую можно это применить или нельзя с этим работать или нельзя в данном случае решать вам спасибо что посмотрели наше видео видимо следующих